А что если я вам скажу, что данную сменку можно и нужно показывать вживую? В этом видео я вам расскажу подробно несколько фишек, как эту сменку показать, чтобы зритель ничего не заметил И как данную сменку интегрировать в абсолютно любой фокус Поэтому это видео вам точно понравится Поэтому прямо сейчас берите и поддерживайте это видео лайком и приятным конструктивным комментарием Пишите в комментарии, видели ли вы эту сменку когда-то до этого И вдруг вы умеете эту сменку Напишите в комментарии, за сколько дней, часов, месяцев, может лет вы научились делать данную сменку Ну а мы погнали обучаться В этой сменке вам надо очень много терпения и желательно колода карт Потому что с монетами эту сменку у вас не получится сделать Многие у меня спросят, а что же делать, если мы хотим показать классные, крутые фокусы с канцелярскими резинками Все очень просто Буквально недавно у меня на канале вышла подборка из топ-3 новых, это очень важно, новых, крутых фокусов с канцелярскими резинками Таких фокусов вы еще точно нигде не видели, поэтому переходите, пишите по ссылочке в комментарии, клацайте по подсказке И смотрите три новейших фокуса с канцелярскими резинками Ну а мы погнали обучаться на фокус именно с картами Смотрите, что мы делаем Мы подходим к зрителю, просим выбрать его любую карту Например, вот эта Это у нас стройка крест После чего мы ее любым способом контролируем наверх колоды Допустим, вы ее контролируете через двойной подъем Например, вот здесь крестик карта зрителя Вы якобы кладете ее вот сюда Далее здесь подснимаете И карта зрителя, разумеется, у вас уже лежит наверху Все То есть это, так сказать, маленький заряд под сам фокус Чтобы не просто делать сменку, а сделать фокус, чтобы зритель удивился Потому что, как показывает практика, люди не удивляются от сменок От сменок удивляются только фокусники Люди этого не понимают Они думают, ну и что? Типа, в чем прикол? Типа, как? Ну, да, карта изменилась, но в чем фокус? Ну, как бы, это суровый, реальный, не фокусников Что мы делаем? У нас есть карта зрителя наверху После чего наша задача Сделать, опять же, двойной подъем любым способом Это может быть мгновенный двойной подъем Это может быть двойной подъем через счет мизинчиком Либо это может быть вот такой вот двойной подъем В принципе, не важно Суть заключается в том, что вы должны поднять две карты как одну То есть взяли, оп, опа, валет Далее приподняли и поставили его на брейк После чего ваша задача этого вальта перевернуть и положить вот так Чтобы здесь остался такой вот зазорчик То есть вот мы взяли, допустим, просто показали эту карту, типа валет И прикладываем этого вальта вот таким вот образом То есть буквально почти на самый край То есть вот, вот сюда И хватаем большим пальчиком левой руки Окей Сейчас будем смотреть сверху, не волнуйтесь Итак, вот ваша карта Две карты, для зрителя одна Лежит вот таким вот образом Вы ее вот так вот держите В обычном положении вы держите кладу вот так вот Здесь же вы должны ваши все пальчики поджать так Чтобы никак не прикасались к верхним картам Они вообще То есть как бы в теории, если вы так поднимаете руку У вас карты будут падать Но из-за того, что вы здесь их прижимаете сильно-сильно То они у вас не упадут То есть вот Но пальчики, видите, должны быть здесь прямо внизу Эта карта у вас лежит здесь И вы ее держите вот таким вот образом И вы не давите на эту карту Это тоже будет очень важно Потому что у вас не получится сделать сменку Вы держите прямо легонечко То есть вот, вы подняли И у вас все четко Никуда ничего не падает Далее вы берете средним пальцем И карту, которая ближе к вам Тянете на себя Либо же вы Эту вот карту Которая ближе к зрителю Тянете к нему В принципе не важно Либо так вот Либо вот так вот Мне же больше нравится тянуть переднюю карту К зрителю После чего мы Наш большой палец заводим Так же самое вот сюда И контролируем Чтобы у нас карты Вот так вот не разъезжались Это тоже очень важный параметр Если карта вот разъедутся Все Это уже будет плохой фокус Взяли То есть взяли, допустим На себя Подсунули наш большой пальчик И мы уже готовы сделать наш щелчок Как это будет делаться? Смотрите Вначале просто берите и тренируйте Чтобы у вас карта Хоть как-то примерно уходила вниз И уже начинаете примерно понимать Что надо сильнее надавить Здесь щелкнуть сильнее Либо же может опустить ваш Здесь хват И сделать более мощный щелчок Что у вас карта прямо сюда Вот так вот опустилась Уже все будет показывать Дело практики На самом деле сменка элементарная С образовательной точки зрения Вы просто берете и делаете щелчок То есть просто берете и делаете щелчок И карта у вас автоматически сюда залетает Это очень классная У меня аж здесь карта внизу вспотела Валетбуби Где мой валетбуби? Потный валетбуби Это очень классная Крутая сменка Ребята Я всем советую ее выучить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!